Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас сравнение AARON 2006 против AARON 10 лет старого образца. Сегодня мы будем выяснять, какой AARON вкуснее или какой менее невкусный. Значит, почему в бокалах налита? Потому что в прошлый раз, когда после дегустации AARON 2006 мы оставили бокал и ушли там разговаривать, когда мы вернулись минут через 15, мы вдохнули аромат, а аромат изменился. Помните, я вам много раз рассказываю, что есть такие виски, которые со временем, в течение 5-7 минут меняют свой аромат. И вот AARON 2006 точно принадлежит к этому виски. AARON 10 я не знаю, но мы сразу же налили в бокалы, прежде чем начать запись. И теперь я вам расскажу что-то, что поменялось, какой запах. По крайней мере, у AARON 2006 ушла спиртуозность в прошлый раз. Давайте начнем, приступим. А, что хочу сказать. Значит, по цене я узнал AARON 2006 можно купить, но я нашел только в Британии, порядка 40 фунтов. И AARON, вот это старого образца, тоже порядка 40 евро стоит у нас. По градусам, сразу же говорю, 46 градусов против, а вот тут вот, тут наверное бутылку придется посмотреть. Нет, 46, 46 против 46, то есть в принципе по градусам они одинаковые. По цвету, вы как можете видеть, AARON 10 лет намного более темный, чем, ну тут какое, светлое золото его можно назвать. А вот это вот как раз темное, не темное золото, а такое, ну в общем, янтарный, не янтарный, ну более темный и более, мне честно говоря, цвет AARON 10 лет больше нравится. Тут явно светлее даже, чем, вот у меня по ощущению он светлее даже, чем AARON 10 лет. Не знаю, с чего начать, ну давайте начнем, наверное, с классического 10-летнего, мне цвет больше нравится, не знаю, как вам. Печалька, тут вообще ушел весь запах, тут только запах алкоголя ощущается и, ну я не знаю, какой-то такой, ну вот сейчас мы его, чуть-чуть. Сладость, появилась сладость, сладость и алкоголь, ну как-то печально совсем стало. Слушайте, а здесь я помню, как при дегустации я вообще вдыхать аромат не мог из-за спиртуозности. Сейчас ушла спиртуозность, ее практически не чувствуется и получается такой вот, такой яркий запах ванили. Ну да, сладкая такая, сладкая ванили и еле-еле крепость. В общем, по запаху выигрывает AARON 2006. По вкусу страшно пить, но мы будем. По вкусу очень жестко, так вы знаете, там с печалью вспоминаешь томатин 10 лет, потому что, ну тут просто, тут его просто держать во рту невозможно, он очень спиртозный. Хотя, вот, в послевкусе очень у него приятное такое. Ну, значит, смотрите, очень много перца, он такой, он очень ядреный. Он, мне кажется, что даже круче, чем у Кунтошин Американ Оак. В то же время есть вкус вот этой какой-то, какой-то травы или свежескошенной, или такой уже ближе к сену. Вот такой вот, ну вот и есть такое ощущение травы. После вкусе оно очень такое интересное. Значит, перец уходит и остается сладость. Ну, оно не длительное, но, в принципе, вот сейчас уже и практически его нету. Ну, так себе. Если бы не вот это вот, и какой-то ненормальная крепость, или сильный перец, я даже не могу к чему, я, наверное, больше склоняюсь это к перцу, то был бы еще, в принципе, и зачетный виски. Ну, так. Ну, разве что, как такой нюанс, это сено, вкус сена, вкус травы, ну, это интересный, потому что я, по-моему, вообще никогда, кроме в Ароне 10 лет, вкус сена не встречал еще. 2006. Ну, что вам сказать, после Ароне 10 лет, 2006 кажется нектаром. Значит, во-первых, не ощущается крепости абсолютно, когда ты его. Ощущается сладость, ну, сейчас еще второй глоток, секунду. Первое. Его можно подержать во рту. Хотя я помню дегустацию, как я... Но, все познается в сравнении. После Ароне 10 я понял, что Ароне 2006 можно подержать во рту. И даже найти какой-то букет. Ты получаешь какой-то ваниль. Ты получаешь слад... Я получаю. Я получаю ваниль, получаю сладость. Получаю перец. Тоже есть перец, но не такой ядреный, как у Ароне 10 лет. Сейчас попробуем. Есть даже какой-то... Не, ну, не может быть, тут намека на дым. Но вот что-то такое... Есть оттенок лака. Вот оттенок какого-то вот... Такого лака он присутствует. Значит, послевкусие. Оно терпко, сладкое, послевкусие. Оно... Ну, в общем... Они мне все равно не нравятся два. Хоть и постояли, хоть и подышали. Но выигрывает Арон 2006. То есть, вот Арон 2006 получается все равно вкуснее, чем Арон 10 лет, но старого разлива. В принципе, вот такое вот у нас сравнение получилось. И друзья его пить не хотят. Поэтому это будут только мои комментарии. Вот так вот получилось. То есть, если вдруг будет такая, знаете, уже выбор. Стоит только два виски в магазине и вам надо что-то выбрать. Ну, тогда выбирайте Арон 2006. Хороший вечер. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь, кто не подписался. До новых встреч в эфире.